всем привет продолжается история с мотором yamaha 25 вторая серия первая серия это мы снимали редуктор вот он уже собранный редуктор собрали нарезали новые шлицы с редуктором проблем никаких нет но мы сняли двигатель для того чтобы посмотреть почему же мы так долго не могли снять редуктор вот это сальники вертикального вала сальники просто сгнили вот прокладка с двигателя здесь соль соль и грязь это двигатель а вот как раз ржавчина на коленчатом валу сейчас мы заменим сальники торсионного вала чтобы исключить в дальнейшем попадание воды в шлицевую часть установим двигатель на новую прокладку вот двигатель сальник коленчатого вала вот такой помятый однако он работает он не пропускает масло мы проверили мы залили его вы дышкой то есть он рабочий для того чтобы его заменить это нужно полностью разбирать двигатель так как этот сальник имеет бурт и не так то просто менять сальник коленвала на четырехтактном моторе в отличие от двухтактного владелец от разборки двигателя отказался поэтому оставляем так в принципе он работает он кажется таким влажным потому что мы проверяли его на герметичность и когда мы снимали двигатель никаких следов масла обнаружено ну в районе сальника не было сальник рабочий и и и и и и и и Итак, мотор готов. По логике наших подписчиков у нас в мастерской должны быть установлены бочки 200-литровые, наполненные керосином, в которые мы должны будем помещать лодочные моторы на недели, на месяцы, подписывать, когда мы мотор законсервировали и когда его предположительно нужно оттуда извлечь. К сожалению, у нас в нашем сервисе не позволяет столько места для того, чтобы мы могли разместить несколько 200-литровых бочек до краев, наполненные керосином. Как видите, мотор работает хорошо. Работает он так же хорошо, как и до разборки. Если бы его не привезли нам на укорачивание, то возможно, что владелец бы в ближайшее время и не подозревал бы, что присутствует такая проблема с редуктором, с которой бы он вряд ли справился самостоятельно. В случае, если бы понадобилось заменить крыльчатку или провести обслуживание помпы, редуктор в этом случае просто не снять. Все сделали, заменили сальник торсиона вала. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте только умные комментарии. Всем пока. Продолжение следует...